К нам присоединились наши очаровательные гости, наконец-то. Представим их справа налево. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Нина Анатольевна Смольникова, Лариса Левидовна Мельник, Людмила Георгиевна Бронникова и Татьяна Иннокентиевна Камоско. Здравствуйте еще раз. У нас не хватает Нины Андреевны Барановой, да? Жалко очень. Здравствуйте. Вот мы в передаче много говорили о конкурсе, много о вас говорили, да презентовали этот конкурс красиво. Вот хочется с вами поближе познакомиться и узнать, кто же вы, чем вы занимаетесь, что интересно можете нам поведать, рассказать. Нина Анатольевна Микрофон взяла, давайте с ней начнем. Ну, я как бы всю жизнь занималась творчеством, потому что работала в детском саду. А там меня сразу зарядили вести утренники, а это заставляло сливить за речью. 20 лет я выступала в роли Деда Мороза на новогодних утренниках. Из них 4 года в 10-й школе проводила утренники в начальных классах. Нина Анатольевна, почему не Снегурочка? Голос поставлю, я говорю, слышите? Снегурочка была один раз, но в основном Дедом Морозом. У меня басовитый такой голос, поэтому... А можно ли сказать, что вы человек, которому легче всего приходилось на нашем конкурсе, поскольку вы человек сценический? Ага. Ну, мне, наверное, трудновато было в дефиле. Нина Анатольевна, как Дед Мороза не дефилирует, конечно. А Дед Мороз там размашисто выходил. Шикарный такой, басовитым таким голосом пел песни. Ну, а остальное, мне кажется, удалось вполне. Чтение стихов, там исполнение музыкально-поэтической композиции. Она, к сожалению, вся не вошла, потому что время не позволила. А почему вы решили подать вообще заявку на наш конкурс? Что вас больше всего привлекало? У всех же свои цели какие-то были. Я не знала о нем, зашла в музей часов, потому что я там свой человек. И Оксана Алексеевна меня показала старые какие-то там кадры и говорит, объявляется конкурс, идите туда. Нина Анатольевна, я говорю, не, не, что вы, какой из меня конкурсант. Она, чтобы я вас видела здесь не просто Ниной Анатольевной, а Нина Анатольевна Грандама к нам пришла. Оксане Скугоревой, спасибо большое. Она очень, правда, помогает, когда ее просишь молодежь. Я довольна, во-первых. Снова новое знакомство, новые эмоции хорошие, положительный тонус. Чувствуешь себя прямо на высоте. То есть еще участвовать будете? Спасибо вам большое. Ну, не знаю, посмотрим. Будете, куда вы тянетесь. Спасибо большое. Лариса Леонидовна. Продолжим дальше знакомиться. Я выступления всех участников потом посмотрела дома по телевизору уже. И мне эти все выступления понравились. И я бы вот свою визитную карточку как бы по-другому уже представила. Ну, мне тоже есть что сказать. Ну, вот я родилась в Ангарске, конечно. Родители мои приехали вот в молодой город как раз на стройку комбината. Папа работал на НХК, мама на молочном заводе. Я тут родилась, моя сестра родилась здесь. Я закончила здесь 36-ю школу. Потом поступила в институт народного хозяйства, он так тогда раньше назывался. Это сейчас какой институт? Нархоз. Нархоз. А, нархоз. Точно. Вот. И после окончания я сразу пришла работать на комбинат. На заводе полимеров работала экономистом. А потом в 80-х годах перешла в управление комбината. Работала в плановом отделе. Работала 20 лет. А потом перешла в РНУ учет. Это уже тоже периметр Роснефти. Ну, я, конечно, не публичный человек, и такой конкурс, такого формата, ну, как бы первый раз я участвую. Ну, мне захотелось, как бы, раскрасить свои будни, как бы от домашних забот и повседневных дел. Ну, повысить свою самооценку, так сказать. И я с удовольствием, даже вот это волнение, которое присутствовало, оно, как бы, такой адреналин придает. Но для меня было самое сложное, вот шить именно вот костюмы за неделю, надо было сшить всем детям платье. Одна девочка у нас, Машенька, она живет в Иркутске. Я вообще дистанционно, они мне сбросили мерки, я дистанционно без примерки ей сшила. И тут, как прорепетировать, как они там пройдут, дети, не заболеют ли, как там все это будет. Там два мальчика, не разгромят ли они вообще активно, как у них будет поведение их. Молодцы, они маленькие самые хорошие семьи. Я осталась довольна, мне очень понравился конкурс, все так было. Много интересного мы, кстати, и с визажистом, и с хореографом. Катя молодец, научила правильно ходить. Вот что вроде бы такого пройти, а это нет, это прямо целая наука. Катя на фишечке. Понятненько? Понятненько. Понятненько. И пальчиком. Молодцы похвалят. Людмила Георгиевна. Людмила Георгиевна. Пару слов о себе расскажите. Ну, я пришла, как пришла я сюда. Я пришла в компанию Колымска, чтобы заплатить свой взнос. И мне мой спонсор показал объявление, которое у них висело, приглашение на ваш конкурс. 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 Я почитала, я говорю, а спонсор говорит, давайте участвуйте, вы сможете. Я говорю, да я не знаю, что делать вообще, в чем суть-то заключается. Потому что там в объявлении практически ничего не было. Она говорит, давай участвуй. Но я не могу ослушаться своего спонсора. Я говорю, ну ладно. И вот так вот я оказалась на этом конкурсе. Конечно, я хочу сказать, что я очень благодарна всей компании Телеактис. Потому что заходишь сюда, вот вы знаете, люди нас не знают, которые в приемной сидят. Они все здороваются, все улыбаются. Вот такая у вас атмосфера энергетическая. Вот просто чистая, красивая, душевная. И мне вот даже вот от этого было приятно. Ну и, конечно, девушки, с которыми я тут познакомилась, прекрасные. Они все действительно очень духовно богатые. Вот от этого очень получаешь большое удовольствие. Ну и, конечно, всем, кто с нами занимался, наши учителя. Вот действительно, они молодые, все стройные, красивые. И вот идешь туда с радостью, знаешь, что они тебя чему-то научат. И я действительно чему-то научилась. А чем вы вообще в жизни занимаетесь, с кем вы работали, какое у вас хобби? Я знаю, что вас называют все ревно лягушка, вы рассказывали. Это очень забавно. Сейчас Людмила Георгиевна пришла с гостинцами и с рюнью сумка в виде лягушки. У меня даже сумка в виде лягушки. У меня все в ходу, абсолютно. Приходите ко мне в гости посмотреть мою коллекцию, в которой 746. 700. 700 уже. Лягушек. Да. У вас музыка не играет, квакающая. Ква-ква-ква-ква. Она у меня есть в записи, но дома нет. Вот, кстати, вы подали идею. Это надо подумать. Так, я вообще, я врач. После школы я сразу поступила в институт. Закончила 10 лет, проработала терапевтом. А потом остальные все года до пенсии я работала врачом по лечебной гимнастике и массажу. Профессия, конечно, это моя. И с детства я как бы шла к ней, потому что даже в сочинении в школе я написала, у нас была тема, кем я хочу стать. У меня не было других вариантов, только врачом. Лягушек, расскажи. Ой, ну это целая тема, это на целый час, однозначно. Правда, правда. Почему просто, расскажите, почему вы лягушек начали собирать? Ну, вообще, как говорится, родоначальником этой всей коллекции является мой сын. Получилось как? Ему на день рождения просто ради смеха подарили лягушку. На следующий там праздник тоже кто-то ради смеха лягушку. На день рождения там стали дарить лягушки. Представляете? Ну, и скопилось их вот так вот уже несколько. А когда он со своей женой уехали, ну, жить отдельно, я осталась одна. Думаю, что у меня там лягушки лежат, так в уголочке скромные. Я решила их выставить в сервант. Простите. Ага, они заняли полочку. Сейчас уже весь сервант полностью заполнен, только лягушки. У меня посуды вообще никакой не стоит. Ну, как раньше, посуда, книги, это же было модно. Этого ничего нет, одни лягушки. Ничего. Татьяна Иннокентиевна, переходим к вам. Татьяна Иннокентиевна номинация «Мадам очарования» очаровала на нашем жюри своей улыбкой, стихотворением душевным. Давайте о вас поговорим, кем вы работаете, чем увлекаетесь. Да, ну, во-первых, на конкурсе такого масштаба я первый раз, как бы попала, будем говорить, чисто случайно. Ну, что бы ни произошло. Ну, я вообще закончила тайшетское медучилище. Я фельдшер по образованию. И сразу в 18 лет уехала в деревню работать. Представь себе, 18-летняя девчонка, принимает роды, шьет. Какая раньше была медицина, это как, в каком виде все это делалось, это я вот сейчас, на сегодня, это не представляю. Это не было ни страха, по-моему, ничего. Всего повидали. Да, да. Потом вышла замуж и переехала сюда, в Ангарск. Здесь у меня дети родились мои, прекрасные, и внуки. И я работала в 36-й медсанчасти сначала, в стационаре, в кардиологии. А потом, в связи с тем, что дети стали сильно болеть, я перешла в детский сад. И вот с тех пор я уже много лет работаю в одном детском саду, номер 26. А чем вы увлекаетесь? Да, кубе какой у вас. И что любите? Спортом заниматься? Стихи, может, пишите? Ну, я занимаюсь всем помаленьку. Спортом немного занимаюсь. То есть, хожу, скандинавская ходьба, плаваю в бассейне. У меня огород большой, одна на нем управляюсь. А вот, значит, люблю стихи, люблю песни в молодости. В хоре пела и в нефтехимике в хоре пела. А откуда вы узнали о нашем конкурсе? Почему заявку решили подать? В конкурсе точно так же, вот, идентично она рассказывает. И я слышу, идентичный случай. Тоже пришла в Колымску заплатить взнос. И там меня уговорили. Да, и уговорили там. На конкурс. Я просто, я даже не думала, что я выйду в финал. Если бы я что-то думала, я бы и презентацию лучше бы сделала, и подумала над этим. А все как-то у меня спонтанно. Вот так вот пошло, пошло. И здрасте, я оказалась здесь. Это и была наша цель, чтобы люди участвовали в этом. На конкурсах же обычно там, не знаю, все соперничаются, ревнуются. У вас тоже такое было? У нас не было такого. У нас как-то, вот были здесь отношения какие-то дружеские, теплые. Это самое достойное. Да, это очень достойно. И вокруг людей нас, вот нас это тоже всех поразило. Все были такие добрые, все приветливые. Мы приходили, вот знаете, ну, хоть нам и доставалось тяжеловато, вот это все вот эти особенно хореографии. Были быстро так все. Да, но все были люди очень приятные, нам всем было хорошо. Я за кулисами наблюдала, как Людмила Георгиевна Нине Анатольевне там поправляла, что-то шляпу, что-то завязывала. Риса Леонидовна с территорией Нине Анатольевне помогала. Татьяна Никентьевна делилась, делились они планшетами друг с другом. Все друг друга поддерживали. Да, что-то подсказывали, я это все видела, правда, это было классно. То есть у нас было все вот как-то, ну, по-дружески как-то, мы как-то вот все сдружились. Еще будете участие в конкурсах принимать? Ну, все-таки первый опыт, и первым вам далеко. Первый опыт удался. А вот, да, еще такой вопрос у меня, как всем, наверное, наверное. Вот что бы вы пожелали женщинам, которые сейчас на пенсии, тоже, возможно, смотрят нас и думают, а могла бы ли я принять участие тоже в каком-то конкурсе интересном? Вот, да, я на это хочу что сказать. Вот я тоже разговаривала со своим знакомым, и они, ну, вот, у меня нет времени, у меня вот не хватает. Я тоже, я очень хочу, но это же вот время надо, это вот тоже, даже хотя не работающие. Я работающая, конечно. И поэтому я вот хотела всем пожелать, что, ну, надо двинуться немножко, как-то что-то для себя сделать. Правильно. Я предлагаю женщинам, чтобы, если трудно, ну, просто дома даже двигаться, уже они оздоровят себя этим. Выходят на улицу, если не могут куда-то пойти, вот, как, допустим, мы сейчас вот здесь у вас сидим, вот просто прошлись вокруг дома, чтобы была физическая активность, потому что физическая активность, даже просто ходьба, она только улучшает здоровье человека. Спасибо большое. Лариса Леонидовна. Ну, я бы пожелала женщинам, ну, чтобы ничего не боялись. Это же вот конкурс, можно найти новых знакомых, пообщаться, что-то там перенять у людей. Так что никаких, чтобы комплексов, ну, не было. Да и тем более для этого никаких же вложений не нужно, правильно? Никаких не нужно, да. Тут и энергия, и энергетика хорошая, и подарки, все-таки здорово. Я бы тоже поучаствовала, если бы я была на пенсии. Ну, правда. Нина Анатольевна, что бы вы пожелали женщине? Ой, ну, я, во-первых, в восторге от самого конкурса. Вот Катюша нас учила ходить, она сама такая вот вся. И вообще все такие позитивные. И вот это вот приходишь, и ты уже на волне. Ощущение такое вот, на высоте находишься. Жизнь прекрасна еще тем, что можно путешествовать, сказал путешественник наш знаменитый Прижвальский. И потом, пустой кувшин быстрее отрезкается, восточная мудрость говорит. Поэтому надо познавать мир, по возможности куда-то ездить. Даже вот в ту же Листвянку, в ту же Лукоморье. Это все дает здоровье, силы, хорошие эмоции. В прошлом году я совершила такое путешествие, начиная от Питера и до Удмуртии, до Ангарска. И нигде не ойкнула и не стукнула. Правильно. Ходила как лось. Спасибо вам большое за этот визит, что пришли к нам сегодня в гости. Вам хорошего лета, все-таки нам остался месяц до конца сезона, я думаю, что мы, возможно, не увидимся в программе. Но вам хорошего лета, хорошо отдохнуть, может быть, кому-то поработать на огороде, да, Пьяна Кенчина. Всем хорошего настроения, спасибо, что вы приняли участие в нашем конкурсе, мы были рады, и все наши для компании тоже.